Сегодня тема фундаментальной и прикладной науки стала ключевой во Дворце Независимости. Речь шла в частности о развитии ядерных технологий и о том, как придать им импульс. В Минске делегация Курчатовского института. С руководством Российского исследовательского центра перспективы сотрудничества обсудил президент. По словам Александра Лукашенко, встреча может стать исторической. К слову, ее инициатором был лично глава нашего государства. Партнерство в этой сфере может быть более продуктивным. Российские коллеги занимают ведущие позиции в мире. От мирного атома до самых современных научных разработок. Около года назад Курчатовский институт предложил нашей Академии наук перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. В феврале было заключено соглашение о сотрудничестве. Но главный фундамент взаимодействия исторический. Эта встреча придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси. Мой любимый город Ленинград, я всегда с трепетом к нему относился. Ленинградцы очень сильно нам помогли. Вы знаете, после Великой Отечественной войны все было разрушено. Республика была стерта с лица земли. Минска практически не существовало. Отдельные только здания. И вот тогда больше всего помогли нам ленинградцы. По-моему, и корни восстановления нашей Академии лежат там. Даже питерские были, да. Сотрудничество. Да, да, да. И с вестер. Да, вот поэтому моя встреча как раз имеет вот эти корни. Также Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве атомной электростанции. Это направление сотрудничества также планируют расширять. В частности, использовать опыт наших специалистов для строительства таких уникальных объектов за рубежом. Дмитрий Федорович постоянно мне докладывал, ВКонтакте с вами был. Он действительно многое сделал для того, чтобы эта встреча состоялась. И, Михаил Иванович, я хочу, чтобы она была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси. Я даже не упоминаю ядерную станцию, которую мы построили, атомную станцию вместе с россиянами. Вы там как научный проект сопровождаете. Это естественно. Это уже состоявшийся факт. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. За границей, те станции, которые строятся, мы можем принимать там участие. Не говоря уже о территории России, если будут такие возводиться атомные станции. Руководство института высоко оценило компетенции наших специалистов. Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне, отметили российские гости. В нашей стране успешно работают различные научные институты. И все это прочная основа для эффективного взаимодействия. Наше второе предложение, точнее оно первое, это создать общее предложение с президентом Академии наук единую исследовательскую инфраструктуру союзного государства. И тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей инфраструктуре уникальной, которая сегодня разворачивается. И в течение ближайших пяти лет она будет лучшая в мире. Значит, получат доступ к этой инфраструктуре раз. Второе, мы обладаем, являемся совладельцем этих установок в Европе, вы получаете доступ туда точно так же через нас. А мы, соответственно, к тому, что есть у вас. И в этом смысле это совершенно новое качество. И я думаю, что вот эти предложения крайне важны. Они сегодня лежат на поверхности. Я думаю, что, понимаете, когда мы говорим об интеграции любого рода, это все важно. Но интеграция, она всегда... Слова общие «да» — это красивая картинка. А что на деле? А на деле — это практика. Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире. Начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне — главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях. Субтитры создавал DimaTorzok